самого доброго времени дорогой слушатель у микрофона костя суханов прошел месяц со дня выхода первого рассказа в серии рассказы об охоте и рыбалке я почитал ваши комментарии понял что эта серия интересна и вы хотите ее продолжить то же время очень многие одновременно практически не сговариваясь написали что в нее обязательно надо включить хотя бы несколько рассказов григория анисимовича федосеева вы не слушаете меня я всегда слышу вас поэтому сегодня мы продолжим именно с этим автором так как рассказы серии об охоте и рыбалке подразумевают собой небольшие рассказы то для ее продолжения по вашим просьбам я выбрал книгу таежные встречи григория анисимовича федосеева ну что ж не будем откладывать не забывайте ставить лайки делиться и обязательно комментировать потому что только так мы двигаемся вперед и вот немного о самом сборнике этих рассказов все рассказы вошедшие в этот сборник появились из дневниковых записей языках просто понятен автор любит тайгу умеет не только наблюдать на и передавать свои впечатления оказывает своеобразную суровую красоту сибирской природы его рассказы правдивы и насыщены событиями которые автору приходилось наблюдать в обстановке походной жизни по мало исследованным местам родного края ну что ж мы начинаем григорий анисимович федосеев таежные встречи вместо предисловия ранней весной в глубину восточного саяна через мертвую тайгу двигалась геодезическая экспедиция люди прорубали проходы разбирали завалы и с тяжелыми котомками за плечами тянули по снегу груженные нарты упавшие деревья преграждали путь звенели топоры и люди упорно шаг за шагом шли к намеченной цели позднее по просеке пройдут лошади и забросят весь груз экспедиции в дебри тех таинственных гор зубчатые вершины которых виднелись на далеком горизонте а пока люди тянули на себе все от продовольствия до палаток и инструментов впереди экспедиции шел человек среднего роста с продолговатым обожженным ветрами лицом от его внимательных глаз ничто не ускользает он неослабно наблюдает за природой собирает все что ново интересно неожиданно он замечает и мельчайших букашек выбравшихся в полдень из-под снега чтобы погреться на солнышке или снова труженика дятла живущего в тайге погибший от лесных вредителей нежную щеточку зелени пробившуюся где-нибудь на южном склоне крутояра многое многое другое этот человек ведущий экспедицию в неисследованную часть восточного саяна инженер геодезист григорий анисимович федосеев люди устали промокли оборвались и как только увидели зеленую площадку сейчас же свернули туда и занялись устройством лагеря а григорий анисимович вскинув на плечо штуцер с любимой собакой черней поднимается на первую возвышенность чтобы среди нагромождений горных кляжей гольцов цирков и бурных рек наметить дальнейший путь экспедиции до поздней осени работает экспедиция в живописной богатой тайге восточного саяна среди недоступных и почти еще не потревоженных гор рядом с инженером федосеевом идут его замечательные спутники прокопий днепровский рассказы немилен неожиданная встреча кабарга василий мищенко немилен казак непокоренный трофим пугачёв немилен последняя песня кирилл лебедев немилен старик павел назарович зудов кабарга и многие другие работающие с григорием анисимович чем более 10 лет в экспедиции с этими отважными людьми и знаменитыми следопытами он прошел сотни километров по восточному саяну и побывал во многих других районах нашей обширной сибири из 30 лет геодезической работы григорий анисимович 20 лет посвятил исследованию сибири он поднимался на высочайшие горные хребты с вечно заснеженными вершинами побывал в величавой девственной тайге и суровой тундре переходил бурные горные реки огромное пространство болот и марий за выполнение большой сложной работы григорий анисимович федосеев награжден правительственным орденом григорий анисимович никогда не расставался с дневником занося в него все что поражало своей неожиданностью или обрадовала все рассказы вошедшие в этот сборник появились из дневниковых записей языках просто понятен автор любит тайгу умеет не только наблюдать но и передавать свои впечатления показывает своеобразную суровую красоту сибирской природы его рассказы правдивы и насыщены событиями которые автору приходилось наблюдать в обстановке походной жизни по мало исследованным местам родного края много интересного найдет в книге федосеева и юношества и молодой любитель охотник молодой инженер ученый собирающийся впервые проникнуть сибирскую тайгу второй рассказ в серии об охоте и рыбалке все рассказы серии можно услышать на youtube канале актер костя суханов для этих рассказов создан отдельный плейлист где можно послушать все по порядку от первого до последнего рассказы постоянно добавляются при поддержке слушателей григорий федосеев таежные встречи не милен более десяти лет назад наша небольшая геодезическая экспедиция направлялась в верховье реки ангун нашей задачей было разобраться какое в действительности пространство занимают мари озера леса куда какие реки впадают и в каком направлении идут хребты заполнившие территорию севернее ангуни словом мы должны были положить начало исследованию этого края примечание мари качковатые болота скучное пространство прорезает река ангунь пока ее вода не сольется с амуром глаза поражает контраст то мари и забуны это горы седые великаны то как море бескрайние хвойные леса тогда все прилегающее камгу не пространство было еще не исследовано не тронуто дико девственная природа еще ожидала человека может быть и не сохранился до наших дней тот скромный памятник на берегу реки амгунь который мы поставили на небольшом кургане справа от дороги ведущий на главный стан но вероятно пешеходы и теперь останавливаются там чтобы передохнуть и посмотреть с крутого берега на реку амгунь вряд ли знают они историю трагической гибели человека похороненного под этим курганом моими спутниками кроме двух инженеров и группы сезонных рабочих были еще четыре человека уже много лет сопровождающие экспедицию рафим пугачев пришел к нам в 1930 году за полярный круг в хибинскую тундру мальчишкой мы тогда делали новую карту жили в палатках на берегу шумной речки куки свончор теперь на том пустынном месте раскинулись шумные улицы города кировска тогда был выстроен только первый домик для экспедиции академии наук путейцы нащупывали трассу будущей дороги геологи горячо спорили подсчитывая запасы руды помнится как-то вечером когда все спали я сидел за работой порывы холодного ветра качали тайгу шел дождь неожиданно и совсем бесшумно откинулся борт палатки и у входа появился подросток я его раньше не видел с его одежды стекала вода он весь дрожал от холода погреться зашел произнес он тихим почти детским голосом я молча рассматривал его незнакомец снял котомку мокрый плащ и подойдя к раскаленной печи стал отогреваться откуда наконец не выдержал я энзенский как сюда попал мать не пускала сам ушел охота северный народ посмотреть пока я ходил в соседнюю палатку чтобы принести ему поесть он свернулся у печи да так в мокрой одежде и уснул это был трофим пугачев начитавшись книг он стремился на север в глушь в леса которую он не видя полюбил и вот убежав от матери из далекой пензенской деревни он появился в хибинской тундре мальчик был зачислен рабочим в геодезическую партию просторы тундры жизнь в палатках и даже скучные горы куки свом чор и юг спарьёк окружавший наш лагерь полюбились парню так началась трудовая жизнь пугачева жизнь полная борьбы тревог и успехов после окончания работы в хибинах наша партия переехала в закавказье пугачев вернулся домой своей памяти юноша увез в деревню свежие впечатления северном сияние тундре работе кого было наше удивление когда в апреле следующего года он разыскал наши палатки в далекой муганской степи азербайджан в тундре пугачев видел как только что родившийся теленок оленя мог следовать за матерью по глубокому снегу и даже спать в снегу это его удивило тогда же он поделился своими впечатлениями со старым сами тебя удивляет почему теленок не замерзает спросил житель тундры говорят есть на юге такая страна где на солнце в песке яйца пекутся вот так как люди могут там жить самом деле как живут люди в жарких странах это так заинтересовало любознательного мальчика что он приехал к нам на юг чтобы увидеть страну жаркого солнца с тех пор прошло много лет жизнь трофима васильевича слилась неразрывно с жизнью нашей экспедиции быть первым на вершине пика переходить бурные горные потоки жить трудом и постоянной борьбой вот что пронес этот человек сквозь многие годы работы в экспедиции по исследованию белых пятен также случайно попал в экспедицию и кирилл родионович лебедев закончив действительную службу в советской армии он возвращался в свою родную таежную деревню нижние куряты это за минусинском новосибирске он должен был пересесть в абаканский поезд ожидая его лебедев бродил по городу и случайно увидел объявление о найме рабочих в геодезическую экспедицию он явился по указанному адресу рабочих набирал пугачёв тогда между ними произошел такой разговор а ты тайгу знаешь ведь мы не прохлаждаться не на курорт едем работать там придется пудовые поняшки на гору таскать говорил он мы привычные невозмутимо отвечал лебедев бачёв посмотрел пытливо на человека в серой шинели и сердито продолжал и реки бродить и голодать и спать на снегу привычные что ты мне привычные привычные если придется по реке на шестах подниматься настаивал пугачёв у лебедева где-то в складках губ промелькнула чуть заметная улыбка и он тем же спокойным то он им ответил у нас бабушка на всю округу первой рыбачкой была отец тоже рыбак с пятнадцати лет и меня приучили лодкой управлять пугачёв сдался и лебедев забыв зачем пришел стал рассказывать ему о тайге своего края рыбалки они условились что лебедев съездит домой к старикам и к двадцатому апреля будет в иркутске с того года пугачёв и лебедев сдружились они выросли в разных деревнях первые в пензенской второй в сибирской проснуться ли они ночью разбуженные воем пурги присядут ли отдохнуть на минуту при подъеме на пик у них всегда были темы для разговора и тот и другой одинаково любили свои родные места рассказывали по-разному пугачёв с азартом а лебедев спокойно остальные двое из моих постоянных спутников были люди другого склада это типичные сибирские охотники промысловики прокопий днепровский забайкалица с поселка храгун и василий мищенко из агинска расположенного в предгоре восточного саяна оба они скромные молчаливые всегда тоскующие от айге и предпочитающие сон у костра домашней постели все они пугачёв днепровский лебедев мищенко кажется рождены для этой поистине тяжелой полные лишения невзгод на изохватывающей интересной работы их не пугают темные ночи бурные реки заснеженные пики наоборот в этой борьбе и в лишениях они находят для себя величайшее удовольствие по мгу не мы ехали на пароходе комиссар это было поздней весной в июне уже отлетели к северу неугомонные стаи уток гусей на таках смолкли песни глухарей обмытая вешними дождями тайга принарядилась похорошела зашумели ключи мутной водой вспухла река все давно пробудилась и в этом суетливом мире не осталось и следа от суровой зимы пароход покряхтовая от старости на четвертый день вышел наконец из последнего кривуна и мы увидели в долине небольшой приисковый поселок сложившийся на левом берегу амгу не острая толпа покрывавшая берег все увеличивалась и увеличивалась пока комиссар не бросил якорь мы выгрузились разместились в просторном зимовье стоявшим на берегу амгу не и не теряя времени начали готовиться к выходу в первый маршрут оборудовали лодки упаковали продовольствие инструменты делали вьюки для оленей мне с моими четырьмя спутниками предстояло посетить диерские гольцы каменистые отроги луча мунали побывать на марях немилена и пересечь сланниковые сопки что лежат от амгу не до охотского моря двум инженерам предстояла работа в верховьях амгу не лето там короткая нужно было торопиться и мы на третий день покинули поселок прошел месяц мы уже успели испытать все прелести таежной жизни загорели оборвались набродились чтобы продолжать работу нам нужно было вернуться в поселок сменить оленей запастись продовольствием одеждой как раз в день нашего возвращения в поселок из второго рейса прибыл пароход комиссар было поздно но мы не стали нарушать традицию поселка и тоже вышли на берег толпа удовлетворив свое любопытство уже расходилась но среди детей и грузчиков оставшихся на берегу мы увидели мужчину и женщину по одежде и по багажу состоявшему из вьючных ящиков инструментов и спальных мешков мы догадались что эти люди из какой-то экспедиции что у них видимо нет приюта после приветствия и коротких расспросов я предложил им разместиться в нашем зимовье они охотно согласились и мы захватив багаж покинули берег он был ботаник она топограф они имели задания обследовать береговую полосу реки немилена и к осени должны были присоединиться к своей экспедиции долго в ту ночь горел в зимовье огонек мы сидели за развернутой картой горячо обсуждая их маршрут я с любопытством наблюдал за ними с каким неудержимым желанием они стремились в тот суровый полный неизвестности край они не хотели задерживаться чтобы основательные подготовиться к походу зря торопитесь что вас гонит в один голос говорили им лебедев и мищенко когда мы уже укладывали спать не просто найти туда проводника без него куда пойдете памяти моей ясно сохранилась обстановка того вечера и светлые образы молодых энтузиастов исследователей богатств родины словно это было только вчера николай петрович так звали ботаника был выше среднего роста и крепкого сложения слегка вьющиеся волосы небрежно спадали на высокий лоб ему было не более двадцати семи лет его спутницу все мы назвали просто верой солнце и ветер сделали ее лицо бронзовым когда она смеялась а смеялась она заразительно и громко мы любовались белизной и зубов и игрой маленьких глаз она была очень подвижна заботлива утром она стала хозяйничать в зимовье и сразу в помещении стало уютно исчезли признаки холостяцкой жизни закончив уборку она принялась упаковывать инструменты приборы проверять по списку что нужно было отложить на первый случай затем стала перебирать в ящиках доставая банки рыболовные снасти соду для выпечки хлеба иголки и всякую мелочь необходимую в тайге но чтобы вера не делала она не теряла своей обаятельности все мы невольно подтянулись и каждый старался чем-нибудь угодить и как приятно зазвучал ее голос в кругу закоренелых таежников все мы стали необыкновенно ловкими и очень предупредительными но когда я наблюдал за ней мне казалось что это на вид хрупкая нежная девушка попав в обстановку дикой природы не выдержит борьбы с ней не перенесет невзгоды готовились они поспешно нужно было достать хорошую лодку собрать от местных и венков сведения запастись продовольствием учесть всякие неожиданности да мало ли что нужно знать иметь с собой помнить человеку отправляющемуся в такое далекое путешествие мы чем могли поделились с ними и на третий день они были готовы отправиться в путь поселке им не удалось так быстро найти проводника грибцов и смелые путешественники решили плыть вдвоем рассчитывая нанять их по пути в тугорское стойбище помню хорошо денег отъезда ранним утром когда еще на камнях на траве и листьях берез лежала влага остатки ночного тумана стояли на берегу против устья немилена и прощаясь крепко жали друг другу руки они отплывали в долбленые лодки оморочки и как только стали скрываться за обрывистым берегом реки ослышался мягкий бас николая петровича до свидания до свидания будто эхо разнесся по реке звонкий голос веры из-за далеких хребтов выглянуло солнце все вокруг встрепенулось ожила алмазным блеском заиграла роса на траве на цветах и листьях деревьев отовсюду доносилось пение птиц и казалось ничто не омрачало нашим друзьям начала их интересного пути прошло пять дней после проливного дождя на долину легла темная ночь и только изредка черное небо освещалось далекой грозой мои спутники все уже спали я сидел за работой вдруг кто-то тихо постучал и дверь отворилась полосе света словно привидение показалась женщина на с трудом перешагнула порог и прислонилась к стене зимовья я вскочил и от неожиданности еще несколько секунд стоял не зная что делать женщина беспомощно продолжала опираться руками а стену еще секунды и не удержавшись она медленно опустилась на пол и зарыдала все вдруг проснулись вскочили я побежал к ней и узнал веру она продолжала рыдать казалось много дней девушка терпеливо несла свое горе через испытания и муки несла сюда в зимовье чтобы излить его нам днепровский мищенко и лебедев приподняли и перенесли ее с пола на походную кровать не успел пугачев снять с нее промокший плач как я увидел на сером платье ужасный рисунок это были следы почерневшей крови он в лодке может быть еще жив спасите его чуть слышно сквозь рыдания проговорила вера какое-то страшное непередаваемое чувство вдруг охватило всех нас мои товарищи немедленно бросились из зимовья я остался с нею и путаясь в догадках еще долго не мог прийти в себя от всего случившегося тусклый свет керосиновой лампы освещал внутренность зимовья где-то далеко все еще продолжали бушевать раскаты грома сверкала молния и разгулявшийся на просторе ветер со свистом носился по равнине я сидел у изголовья веры она не плакала все бледнее становилось ее лицо скоро глубокий сон владел ей прошло полтора томительных часа когда наконец послышались тяжелые шаги отворилась дверь и товарищи внесли в зимовье безжизненное тело ботаника не положили его на пол и мы долго стояли охваченные чувством глубокой скорби еще не зная причин так безжалостно оборвавших молодую полную силу стремлений жизнь порвавшийся в зимовье шум а затем и наш говор разбудили веру она открыла глаза и устремив взор в пространство долго лежала без движения только изредка у нее дрожали обветренные губы вскоре девушка снова впала в глубокий сон мы развели костер вскипятили воду и пока обмывали погибшего наступило утро но была серая неприветливая какая окружавшая нас действительность умолкла и гроза только холодные волны реки предвещая ветреный день шумно плескали а берег вера просыпалась изредка и ненадолго на наши вопросы на уговоры съесть что-нибудь она отрицательно качала головой мы были серьезно обеспокоены состоянием ее здоровье тот же день николая петровича похоронили под тем курганом что стоит у самого берега мгуни справа от дороги идущий на главный стан население поселка помогло нам тогда же соорудить небольшой деревянной обелиской обнести его оградкой медленно спускались в долину сумерки затихала суета в поселке все готовилось к ночи словно ничего и не произошло вера почти не приходила в сознание мы сидели у ее постели наконец она проснулась и после нескольких глотков горячего чая легкий румянец освежил ее лицо рассказывала она тихо почти шепотом развертывая перед нами картину трагического случая мы не торопясь плыли по немиленам останавливались у каждой поляны заходили в тайгу осматривали мари говорила она стараясь сдерживать волнение николай петрович собирал цветы травы стрелял птиц ловил грызунов я вела маршрутную съемку и в свободное время помогала ему нумеровать растения снимать шкурки и упаковывать коллекцию дни стояли солнечные николай петрович с увлечением отдавался работе то он подолгу рассматривал кочки выбирая корешки растений то как пионер стремительно бросался за какой-нибудь бабочкой нужно было видеть сколько удовлетворения приносили ему те минуты когда он держал в своих руках экземпляр чем-нибудь удививший его она на минуту оборвала свой рассказ и выпив несколько глотков чая снова продолжала все это случилось на третий день когда мы были уже далеко по немилену места там суровые скучные почти сплошь заболоченная низина уже вечером мы остановились на небольшой косе поставили палатку и пошли собирать растения и случилось же так что в это самое время недалеко от берега бродил медведь мы его увидели отойдя километра полтора от косы я и до сих пор понять не могу почему у николая петровича вдруг появилось желание убить его оставив меня у перешейку он с ружьем бросился по перелеску догонять зверя зря конечно перебил ее днепровский ведь в это время медведь худой голый словом бесполезный не послушался я говорил ему продолжала вера я подождала немного собрала цветы решила идти к палатке а тут как на грех наступила темнота и небо затянулось тучами вдруг послышался выстрел а затем и крик мне показалось что николай петрович зовет меня я не раздумывая поспешила к нему но в перелеске его не оказалось и на мой окрик никто не ответил я стала звать его громче и какая-то неясная тревога вдруг овладела мной тишина показалась зловещей окружающая природа чужой меня охватило чувство одиночества мне стало как-то неловко в лесу но я продолжала ходить все звала его прислушивалась каждому шороху и вдруг откуда-то донесся страшный звук будто где-то прокричала сова далеко звук повторился несколько раз и совсем неожиданно я уловил в нем человеческий стон но разве могла я подумать тогда что так ужасно закончится эта охота вера умолкла и задумалась словно что-то вспоминая я нашла его на краю перелеска продолжала на свой рассказ он лежал ничком под толстой колодой медведя возле него не было самые невероятные мысли закружились в голове мне с трудом удалось повернуть его на спину я увидела на животе у него ужасную рану не бросай меня произнес он умоляющим голосом ошеломленно этой страшной картиной я в первую минуту не знала что мне делать куда идти кого позвать на помощь ведь я была одна среди дикой безлюдной природы я сорвала с себя платье перевязала рану вокруг творилось что-то непередаваемое уже шел дождь от сильных разрядов гудела в лесу вздрагивала под ногами земля кругом была темная ночь казалось природа восстала против меня и чем только была она способна напугать человека все это сразу обрушилась на меня что я могла сделать я знала что нужно спасти его нести в палатку не помню как я тащила его как перелезала с ним через колодник я спотыкалась падала в ямы но сейчас же вскакивала и не сдаваясь продолжала тащить его с каждым шагом он становился все тяжелее и мои силы слабели мне казалось что вот вот я увижу не милен палатку а там может быть и его спасение но река еще долго не появлялась я все шла вернее ползла с непосильным грузом уже не верю что когда-нибудь кончится этот ужасный путь и вера снова прервала свой рассказ в зимовье стало тихо-тихо кто-то из товарищей подлил ей в кружку горячего чая оно и понятно чуть слышно сказал мещенко не будь этого желания веры никогда бы ты не вытащила его из перелезка вера не ответила ему на ее смуглом лице по-прежнему лежал отпечаток пережитых дней теперь перед нами была не хрупкая изнеженная девушка какой она показалась нам при первой встрече а человек сумевший противопоставить свои силы дикой необузданной стихии которая так неожиданно обрушилась на нее у нее был закаленный волевой характер которому могли позавидовать даже такие закоренелые таежники как мои товарищи с каким вниманием они слушали ее рассказ она выпила кружку чаю и снова заговорила только под утро я увидела не милен и обрадовалась словно родного человека увидела николай петрович ни о чем уже не просил руки и ноги свисали как плети добравшись до палатки я перебинтовала рану обсушилась и погрузившись в лодку поплыла с ним вниз по реке день оставался серым солнца не было николай петрович долго находился в бессознательном состоянии а я все гребла и гребла но силы мои иссякали руки уже не держали весел болели плечи позже николай петрович пришел в себя и попросил пить я подсела к нему и положив его голову к себе на колени дала ему несколько глазков воды его лицо было совсем бледное восковое на лбу лежали мелкие крупинки пота но глаза были ясны и я верила что он будет жить так мы плыли долго никем не управляемую лодку несло течение непосильной тяжестью навалился на меня сон и как бы не боролась я с ним как не крепилась все же уснула когда проснулась на лице николай петрович уже не было пота но глаза по-прежнему смотрели на меня только они были странные какие-то неживые словно стеклянные я принялась будить его звать но он уже был мертв мне стало страшно я не знала что делать куда и зачем плыть снова надвигалась ночь вдали слышались грозовые разряды река от ветра всколыхнулась и скоро по лодке забрабанил дождь теперь я была одна мне не с кем было поделиться рассказать о своем горе и вдруг впереди блеснул огонек я вспомнила о вас о зимовье и стала грести у меня еще нашлись силы причалить к берегу и добраться сюда вера опустила голову на подушку мы еще долго сидели молча не в силах освободиться от впечатления которую произвел на нас ее рассказ как могло все это с ним случиться а вдруг оборвал молчание днепровский она долго смотрела на него и тихо ответила не знаю не знаю что там произошло в перелеске так мы и уснули тогда с этой загадкой медленно гасли в небе звезды где-то за пологим хребтом вот-вот должно было народиться утро я проснулся рано и вышел на берег воздух был настолько чист и прозрачен что даже далекие горы казались совсем рядом то всюду доносились птичьи песни все жило и радовалось наступающему дню пока я умывался взошло солнце яркое большое ослепительным блеском осветился лес и сейчас же закачался нависший на дамгу не туман в этот день мы должны были выступить во второй маршрут чтобы исследовать долину реки тугура и проникнуть к берегам охотского моря путь нашел частично по немилену вера встала последний ее лицо оставалось грустным впалые глаза смотрели устало губы казалось никогда больше не улыбнуться когда мы завтракали ярко полоса солнечного света уже заглянула внутрь зимовья и в помещении стало уютнее за чаем мы все стали уговаривать веру отказаться от дальнейшей работы вернуться в хабаровск ни за что отвечала она серьезно если вы не возьмете меня с собой до первого венкийского стойбища я доберусь туда сама вы же любите тайгу свою работу почему хотите лишить меня этого но почему скажите вдруг обратилась она как моим товарищем знаю продолжала она вы смотрите на меня как на девочку но ведь я тоже люблю природу и у меня есть задание которое я должна выполнить но что из этого что я еще не приспособлена что не имею опыта время поможет мне я должна закончить свою работу а хабаровский сейчас и слышать не хочу мы согласились с ней после завтрака все в зимовье пришло в движение мои спутники грузили лодки вьючили оленей а я и вера пошли к кургану чтобы проститься с николаем петровичем по пути мы набрали полевых цветов я украсил ими еще пахнувшую сыростью могилу а вера подсев кобелиску тихо плакала в два часа мы покинули поселок день был солнечный после ночного дождя мгунь взволновалась по ней плыли корчи мусор река вышла из берегов и затопляя мари разлилась по равнине мы плыли на лодках вверх по немилену плыли медленно груженные лодки с трудом преодолевали течение третий день вера узнала косу где они останавливались в последний раз мы хотели избавиться от назойливого вопроса мучившего нас мы должны были разгадать что же в действительности произошло с николаем петровичем в перелеске решено было остановиться на ночь на косе мищенко днепровский я и вера сразу же пошли искать ту колоду под которой она подобрала николая петровича нам не пришлось блуждать по перелеску от берега шел довольно хороший заметный след помята трава вырван пластами мох перевернут валежник след был почти свежий вероятно еще много времени оставался хорошо заметным скоро мы подошли к колоде днепровский и мищенко стали внимательно рассматривать следы разыгравшейся там трагедии все вокруг было примята на мху толстым слоем покрывавшим колоду ясно выделялись два отпечатка сапог ружье лежало по другую сторону этого полусгнившего дерева вот и все что нашли мы на месте происшествия мищенко приподнял дробовик переломил его и вытащив пустую гильзу заглянул внутрь ствола еще раз посмотрел на два следа оставшихся наверху колоды переглянулся днепровским и заявил случайно застрелился как я и предполагал я стал присматриваться к следам на ничего не мог найти такого что подтвердило бы выводы моих товарищей что тут непонятно сказал днепровский заметив мой недоверчивый взгляд вот видите эти два следа здесь наверное высматривая зверя николай петрович стал на колоду ружье у него было на взводе иначе она не могла выстрелить одно может вызывать сомнение для чего он повернул ружье стволом к себе но в таком положении он не мог достать руками спуска чтобы ружье выстрелило видите сказал он указав на небольшое углубление в земле сделанное прикладом дробовика значит спрыгивая с колоды он хотел опереться на него но от удара землю боёк сорвался и выстрел угодил ему в бок вот до чего может довести неосторожность а все от неопытности заключил мищенко на следующий день я с днепровским пугачёвым и лебедевым ушли на оленях вглубь равнины а лодки с мищенко и нанятыми в поселке гребцами должны были доставить весь наш груз и веру в тугурское стойбище мы попрощались на берегу спасибо бывает ли еще в жизни человека чувство большей благодарности чем то которое испытываю я прощаюсь с вами говорила она мы может быть больше не встретимся но во мне никогда не угаснет любовь к вам таежники свидания милые товарищи они уплыли от тугурского стойбища вера с проводниками и венками ушла по своему маршруту ведь она любила его сказал днепровский когда лодка скрылась за кривуном прошло несколько лет вернувшись из очередной экспедиции я был в москве однажды вечером в вагоне метро я увидел у соседней двери женщину она стояла ко мне спиной на ее плечи спадали светлые волосы осанка и еще что-то необъяснимое напомнили мне веру сразу стало передо мной все что было когда-то пережито в далеком зимовье на амгуне я уже было хотел подойти к ней но поезд замедлив ход остановился и вместе с пассажирами она стала выходить из вагона нужно было остановить ее но как мысли закружились неожиданно возникло то слово которое должно было поразить ее если это действительно была вера не милен крикнул я громко женщина мгновенно повернулась ко мне а в это время автоматические двери вагона захлопнулись послышался гудок и поезд тронулся на станции стояла вера она подавала мне знаки ждать на следующей станции через несколько минут мы встретились она протянула мне обе руки и мы долго стояли молча но мысли и мои ее были там далеко на немилене когда прошли первые волнующие минуты встречи мы разговорились а вы знаете я уже не топограф сказала вера вот уже год как работаю аэросъемщиком это замечательно сказал я пожимаю ее руку а мы часто вспоминали вас думали что вы уже сдались что вы что вы воскликнула она с улыбкой как видите забралась высоко до самого неба а где ваши спутники вдруг спросила она где пугачёв лебедев днепровский мищенко видите как хорошо я помню их всех никогда не забуду я этих замечательных следопытов кстати вы знаете продолжала она я ведь в этом году побывала в районе немилена и легкая грусть легла на ее лицо она провела рукой по лицу как бы отгоняя воспоминания прошлого время идет и делает свое дело теперь я замужем муж у меня летчик и мы вместе с ним покоряем пространство тот день мы долго гуляли в метро вспоминая далекий немилен дорогой слушатель я обязательно жду от тебя комментарий обязательно с тем чтобы понять нужно ли продолжать именно эту серию или может быть что-то другое пожалуйста помните только мы вместе делаем книги огромное спасибо за внимание и творческий привет с любовью и уважением к слушателю читал актер кости суханов ну и буквально пару минут о том как поддержать дальнейшее творчество только вместе только вперед я не устану отвечать на каждый ваш комментарий лично не всегда сразу но обязательно не забудьте поделиться книги с друзьями пожалуйста помните книги вечны и вместе мы оставляем свой след в истории мой дорогой слушатель именно тот человек для которого я прочел очередную аудиокнигу естественно как всегда с любовью и уважением ни для кого не секрет что мы делаем аудиокниги бесплатно мы это ты и я только благодаря твоей поддержке это и возможно отдельное огромное спасибо тем кто позволяет мне зарабатывать озвучивая рекламу или поздравления или даже оплачивая производство целых книг таким образом мы оставляем свой след в истории ведь книги вечны а все желающие могут послушать книги действительно хорошего качества абсолютно бесплатно я получаю огромное количество благодарности от людей с ограниченными возможностями которые не могут позволить себе оплачивать но благодаря нам тебе мне и остальным людям которые да хотя бы 10 рублей не пожалели на производство новой книги я абсолютно каждому действительно всего сердца благодарен и посылаю свою добрую энергию каждая копейка идет в дело ничего не расходуется просто так на праздное удовольствие у всех разная мотивация кто-то помогает мне с мамой и шлет ей добрые приветы кто-то и не знает об этой ситуации да и ни к чему каждому огромное спасибо поддержать выход новых аудиокниг стихов очень просто любая посильная помощь перевод по номеру телефона плюс 7 901 715 2788 плюс 7901 715 2788 на сбербанк тинькофф jandex-bank юмане и для жителей всего абсолютно всего земного шара несмотря ни на какие политические обстановки всегда работает бусти там вы не только можете послушать и скачать аудиокниги, они бесплатны для всех, ну и поддержать меня как исполнителя. Ссылки есть всегда на всех официальных ресурсах, где я выпускаю свои книги. Плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь восемьдесят восемь. Номер телефона, по которому можно отправить перевод. Он же WhatsApp, Telegram и открыт для общения, и открыт для предложений всегда. Огромное спасибо за поддержку лайками, комментариями, на каждый из которых я отвечаю лично. Особенное спасибо, если делитесь аудиокнигами. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.